Собираясь в гости к владельцу хостела Александру Довлатову, наши участники вряд ли подозревали, что их ждет встреча с настоящим поклонником суровой и прекрасной Шотландии. Варьян, добрый вечер. Приветствую тебя видеть. Тебе идет. Спасибо. Традиционный шотландский оригинал стайл. Все правильно. Проходи. Александр встретил меня приветливо, был рад меня видеть, как мне показалось. И даже Акилт, его меня не смутил нисколько. Матриона, добрый вечер. Привет, мой дорогой. Привет. Пора тебя видеть. Ой, какой ты красивый. Спасибо. И шерсть натуральная, теплая. Когохотки не надо 200D надевать. Все верно. Ты еще в этом все рассмотришь. Проходи. Юбка на Александре-то не очень-то хорошо сидела. На мне бы эта юбка сидела в пять раз лучше. У меня и бедра покруче, и талия есть. Матриона, как тебе квартира? Ой, шикарная. Мне так нравится вообще. А тебе? Да, ничего так. Квартира. Красивая. Розовые тона, прямо все так вот в женском стиле. Да. Гитара. Гитара. Ты умеешь играть? Я только в полигаре скостоянно умею. Ты же музыкант. Ну, сыграй. Я на гитаре не умею. Был бы аккордивон, я бы сыграла. Сейчас по слуху подберу. Смотрите, умирает великий гитарист. Не забывай. Я пришел внимание на татуировке Александра, где у него прослеживаются какие-то гитары, ноты и так далее. Я уже тогда предположил, что Александр является музыкантом. И сегодня, придя в квартиру, увидев гитару, это меня не удивило. Кепочка? Ну-ка, дай-ка примерю. Ну, как мне? Идете? Идет. О, краса России. Ой, а это что такое? Пальто? Пальто. Нет, это не пальто. Это юбка такая. Гляди-ка. Да шерсть хорошая. Видно, Саша увлекается Шотландией. Это явно настоящий шотландский килт. Шотландия как раз для нашей дяревни. Класс. Мне нравится этот килт. Это его шотландская юбка. Теперь он мне будет сниться всю зиму. Надо покупать себе такую же. Но где ее брать, я не знаю. То ли в Шотландию ехать, а у меня паспорт уже заграничный просрочился. Александр. Привет. Добрый вечер. Ольга. Я вот причесочку сделала. Смотри, как красивенько. Вы очаровательны. Очень нравится. Я смотрю, ты тоже принарядился в шотландии. А ты настоящий? Абсолютно. Может, проверим? Конечно. Ура, да. А трусики-то красивые. Ну, проводишь меня? Проходи. Дело в том, что у меня был молодой человек из Шотландии. И я очень хорошо знаю, что и как должно быть, когда мужчина одевает килт. И когда я увидела Александра в таком одеянии, мне сразу же захотелось узнать, настоящий ли он русский шотландец. О, Боже. Вы наше блестение вечеринкой в той квартире. Нет, я правильно пришел. А, ты сам. Ты меня не узнал. Мой добрый друг. Тебя сложно было узнать. Привет. Я смотрю, ты тоже прихорошился. Привет. Да. Ну, чтобы немножко разбавить твое вегетарианство, я принес тебе подарок. Спасибо большое. Надеюсь, белок когольный? Ну, а как же без... Конечно. Ладно, рад тебя видеть. Проходи. Я вообще не ожидал, что он готов вообще одеть килт. Я был удивлен. Но я думаю, что он был удивлен больше, что я пришел тоже в образе. Вообще у него есть жена? Нет? Ты не спрашивала? На, вот там фотографии какие-то. Где? Вот здесь. О. На, посмотри. Смотрю. Так. Ну, что, красивая пара, смотри, путешествует. Каски одели. За безопасность, ребята. За безопасность? А какая у них может быть безопасность? Во всем. Во всем? Да. В каске вообще во всем безопасность. А здесь вот нет никакой безопасности. А здесь у них мужчина с весной, если что. Мне очень понравилась фотография Александра и его жены. Особенно понравилось то, что они в касках. В общем, я порадовалась, что у них в их жизни есть место таким совместным занятиям. Смотри еще у нас что есть. А что это? Интересное такое. Это глобус? Это да, глобус. А, я понял. Это они пометили, где они уже побывали? Слушай, ты гений. Как ты догадался? Полмира почти объехали. А в Канаде они просто прошлись вот... По центру. По центру Канады, по Америке побежали. И в Америке тоже. Не, ну молодцы, да? Ты любишь путешествовать? Да, любят путешествовать. Я вообще тоже люблю путешествовать. Если правда то, что они отметили на карте, они действительно очень много попутешествовали. Это и Европа, это и Азия, и Америка, Африка. Все очень гламурно. Шотландцы, как известно, народ очень гостеприимный. И накормить гостя для них так же важно, как и пустить его под свой кровь. Александр готов предложить гостям пирожки с сырным пандюмом. Ой, друзья. Ой, какая красота. На удивление, это пирожки. Круто. Угощайтесь. От души. От души. Это шотландские настоящие пирожки. Прямо вот так берите. Они все разные или они все одинаковые? Только по одному можно брать? Они все одинаковые. Берите по два. А можно три? С собой можно? С собой. Я лично не ожидал пока подачи. Я думал, подача будет больше порционная. И пирожки, заявленные, явно были не пирожками. А как их есть надо? Я не понимаю вообще. Прямо так вот и есть? Прямо так и брать. А зачем вот это вот? Давай руками. Ну что уже мы для пафоса. Для пафоса. А я не могу оторваться от волшебной морковки. Она меня просто манит. Пирожки интересные такие. Но морковка меня просто очаровывает. Я не могу от меня оторваться. Я на самом деле отношусь хорошо к Александру. Мне хотелось бы при всем желании скушать и сказать «Ммм, белиссимо, перфекто». Но что-то как-то прям не могла я это сделать. Поэтому я стала налегать на морковку, на огурчики. Блюдо мне понравилось. Очень вкусное. Но я вот не понимаю, где тут фондю прячется. Там же фондю какая-то была написана у карти. А я вообще думал, что фондю это вот то, что в балете делают. Фондю, 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 фондю. Это фуэта. Какая это фуэта? Натуральная фуэта. Я вообще не понимаю, что вы меня путаете? Я подняла эту тарталетку, я опустила ее. Никакой хванди там не было. Видать, он забыл ее добавить туда. Ну, типическая городская пища. Я бы ищу сюда кусочек басвянинки. Да, сальца. А сальца бы это точно. Такого украинского сала. Бекончика, сальца так чуть-чуть. Со шкурочкой. Шкварки. Шкварок не хватает. Шкварочки вкусные. Я люблю сочетать вкусы. Вот, например, то, что ты подал тут. Морковку, огурчики. И сразу смешение вкусов. Это очень даже пикантно. Согласен. Я таки и не понял, что такое фондю. С чем его едят, как его подают. Вкус сыра тоже был слегка убит паприкой. Ее было слишком много. Он ее добавил для цвета. Но не получилось, наверное, той фондю, которую он ожидал. Александр, в принципе, я доволен этим блюдом. Более того, даже наелся. Как ни странно, я думал, даже за весь твой ужин не наемся. Но даже закуска оказалась только как бы сытной. Что есть, два этих пирожка хватило, чтобы действительно почувствовать себя сытым. Я ел только тарталетки, наполненные расплавленным сыром. В целом, мне не понравились. До этого вегетарианского блюда такого я лично не пробовал. Александр, у меня к тебе такой вопрос. Мы вот посмотрели фотографии, видели у тебя там прекрасную женщину. У меня просто такое. Как ты относишься к верности? Верен ли ты своей женщине? Верна ли она тебе? Это первая женщина, с которой я почувствовал себя спокойно. Я за верность, я однолюб. Я люблю свою женщину. И с каждым днем я еще больше и больше ее люблю. Чувствуешь ли ты себя настоящим мужчиной рядом со своей женщиной? Чувствую. А как ты появляешь свое мужество? Я ношу килт. Я считаю, что килт могут носить только настоящие мужчины. Я думаю, он жену свою любит. Что он спокоен с ней, верный. Ну, как Оленька к нему пошла, полезла, полезла. Он и на Оленьку стал тоже поглядывать. Все мужики такие. Все говорите, я верный, я верный. А потом по другим бабам бегаете. Если настоящий мужик, который ходит в юбке, в этой шотландской, вот, ему нужно жрать мясо. Вот с чего ты вообще стал вегетарианцем? И что тебе дает силы? Вот неужели вот есть вот эту вот травку, лучок там, не знаю, и ты набираешься сил этим? Я 14 лет вегетарианец. Зимой не мерзну, не импотент, не лысею. У меня, благодаря этой травке, у меня достаточно сил для того, чтобы хорошо себя чувствовать, исполнять свой супружеский долг, много работать, много путешествовать. Это же надо травку есть, чтобы исполнять, хотя сельдерей, да, он как раз для этого и служит. Меня не вызывает каких-то ярких эмоций тот факт, что Александр не ест мясо. Я сама не ем мясо уже полтора года. И я не считаю необходимым кому-то что-то доказывать или объяснять, почему надо есть мясо или не надо есть мясо. Каждому свое. Друзья, а теперь вас ждет основное блюдо. Ура! Ждем. Продолжается званный ужин Александра Довлатова. И наш шотландец-вегетарианец готов еще раз доказать гостям, настоящий мужчина может быть сыт и картофелем со спаржей. Я думаю, что нам сейчас принесут нашу любимую еду. Картошку с спаржей. Бабушки на заботу. За беду очереду? Да. А маслице, надеюсь, подольют хотя бы. А вот и основное блюдо. О, спасибо. Ой, как принесли ед второе блюдо. Я подумала, что до десерта я вообще не доживу. У меня не от кислого желудок бурлить. Ужас просто. Никакая это не еда. Сплошная лебеда. Ну, называется же бабушкино блюдо. Бабушкино. Ну, так и должна быть, если ассоциация с бабушкиным блюдом была сразу ассоциация. Какая-нибудь квашеная капусточка. Соленые огурчики. Это когда ты зимой к бабушке приезжаешь, да, соленья, соленые огурчики. А летом, когда приезжаешь, это помидорчики свежие. И перчик, и картошечка. И спаржа. Определенно. Определенно. У какой бабушки не растет на огороде спаржа? Это не бабушка. Если бы мне в голову пришла такая идея сделать спаржу с картофелем, я бы обязательно добавила сливочный соус, убрала бы лук и добавила лососевый стейк. Я думаю, что такое блюдо есть можно только, когда ты один, когда у тебя на этот вечер никого больше не будет, потому что здесь так много лука, что я уже не смогу сегодня пойти ни в клуб, никуда, не встретиться с любимым, потому что как я буду целоваться после этого лука? Это лук-порей, после него можно. Я уже чувствую во рту, как у меня пахнет луком. Пареем? Дай понюхаю. Вот. Я не совсем в курсе, что такое пары, не пары. А вот все-таки вкус чувствовался. Сегодня я просто вспомнил детство, и вот сидел, ковырялся в этой тарелке и не понимал, что же мне откусить, попробовать съесть, чтобы оценить блюдо. Я в шоке. Здесь о перец, здесь о картохе. Нету куры, куры нету, понимаешь? Я уже поглядела под тарелку, я уже залезла. Я уже там под скотертёю поглядела. Куры нету? Нет, это картохи одни. Ты видишь? А мы картохи с котлетами, я один. Явно Александр сэкономил, пожалел денег на мясо да на рыбу. Хоть бы курицу, как у курёнка бы нам купил, общипанного да положил уже так крылышко б какое, погрызла что ли. Ну, Александр, в принципе, я в очередной раз понял, что вегетарианские блюда могут быть не только там вкусными, но и сытными. Я был удивлён твоим закуской в качестве питательных свойств. Ну и, в принципе, основное блюдо тоже, несмотря на то, что там спаржа – это трава, достаточно сытным оказалось блюдом. Мне понравилось. Спасибо. У меня много друзей-вегетарианцев, и я привык иногда употреблять в пищу блюда, не содержащие мясо, и поэтому с удовольствием сегодня отпробовал вот это вот вегетарианское меню. Александр, чего ж ты так нарядился-то? В юбку вьету? Ходишь, что ли, ты так по улице? Зачастую хожу. У меня не один килт, а несколько. Я могу позволить себе пойти на переговоры в килте, я могу позволить себе пойти погулять или сходить на какое-то мероприятие, даже в бар. Не так давно у меня была свадьба, я играл её в килте. Я считаю, что это нормальная, повседневная, нарядная одежда. И я одел килт не ради вас. Просто я такой. Я думаю, что у Александра слишком много комплексов. И некоторые комплексы он скрывает именно своим экстравагантным видом. Он пытается показать, что он более раскрепощён, раскрыт, но это абсолютно не так. Кстати, Александр, а ведь там у тебя кое-что было, а по шотландским канонам ничего не должно быть. Я обещал своей маме вести себя хорошо. Маме обещала. Подождите, подождите. Ну, может быть, скажи, что там было. Что там было, я не знаю, какие каноны. Что там? Оля имеет в виду, что тартан носит без нижнего белья. Надо просто... Но ты же не проверяла. Так я же проверяла, ребят. Я когда зашла, проверяла. Да? Хорошо, что ты нам не сказала. Я не вкусно не убила вообще. О, бэ, какая. Я не сказала. Я думаю, да? Нет, слушай, а мы тоже хотим проверить. Может быть, он уже всё поменял. Ну, подойми. Может, я не разглядела. Ну, подойми юбку, я так увижу через одну. Смотри, ну, это не юбка, это тартан. Тартан. Скажи, подними тартан. Тартар, да? Тартан. Тартар. Тартан. Гав-гав. Маминкин сыночек прикрылся этим келтом. Захотел бы и без келта бы к нам пришёл. 32 года. И всё за мамкой убегает, за мамкиной юбкой. Разве так можно? А почему тебя смущает эта тема о том, что есть нижнее бельё, нет нижнего белья? Потому что это некорректно. А в чём некорректность? Некорректно спрашивать, есть у тебя нижнее бельё под тартаном или нет. Ну, вот Ольга может спокойно показать своё нижнее бельё. Ну, смотри, хорошо. Немножко уроков вежливости вам преподам, друзья. Когда вы приходите в гости, то таким вещами некорректно интересоваться. А если это очень близкие друзья, с которыми доверительные отношения? Я надеюсь, что мы обязательными станем. Но не с таких вопросов. И тогда ты нам всё расскажешь. Конечно. Ну, мыслишь тартаном что-нибудь. Конечно. Я особо не участвовал в сегодняшнем разговоре, потому что считаю, те темы, которые поднимались, они недостойны обсуждения как мужчинами, так и тем более за столом. Друзья, а сейчас по развлечению. Так как он музыкант, я надеюсь, что сегодня во время развлечения он тоже удивит нас. Тем, что он делает. Я думаю, возможно, на развлечения Александр нам что-нибудь споёт из своего репертуара. От Саши я жду, чтобы он нам на гитарке сыграл. Потому что я на гитарке не играю, только на кардивоне. Хочется послушать музыку под гитару. Поскольку Александр владелец хостела, я считаю, что на развлечения мы будем забираться в спальный мешок на скорость, застёгивать его, расстёгивать, а может быть, даже прыгать в нём. Друзья, это Артём, мой хороший друг. Это лучший бармен города Москвы. После ужина я дам ему номерок. Обязательно с ним поближе познакомьтесь. А сейчас мы хотим для вас, я бы не сказал даже, что сыграть, а немного поимпровизировать. Это спонтанная импровизация на блюзовые вариации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, конечно, очень хотела, чтобы Александр спел, но вот он когда заиграл, и вот ещё друг его заиграл, я прямо разомлела и думаю, сейчас усну здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ В целом, развлечение мне понравилось. Единственное, я люблю более тяжёлую музыку, но и такая импровизационная работа на гитаре тоже принесла мне удовольствие послушать. АПЛОДИСМЕНТЫ Крутилась мысль, поскорей бы это всё закончилось, поскорей бы это всё закончилось. Развлечение было банально для меня неинтересно, потому что я не люблю гитару классическую. Мне больше бы порадовало, если бы он сплясал какой-нибудь шотландский танец. Спасибо большое. Мы сыграли не так много, потому что мы не так хорошо вас знаем, и чем больше мы будем знакомиться, тем более сокровенные аккорды из этой композиции мы вам сыграем. Ура! Шикарно! Чтобы знакомство шотландской кухни у наших героев было полным, Александр Довлатов решил побаловать их традиционным десертом. На стол он подаёт настоящий кранахан с клубничным пюре. Ого! А вот и десертик! О! Спасибо! Благодарю! Какая красота! Выглядит уже... А пахнет просто волшебно! На внешний вид десерт выглядел шикарно. Такие бокальчики романтичные. Сверху такие синенькие ягодки. Мне очень нравится этот десерт, он красиво оформлен. Он такой прям... Мне очень нравится шоколад, и всё мне вообще нравится. Мне только не нравится его размер. Попусть можно в нём. Я подумал о том, что десерта должно быть чуть-чуть, чтобы у вас было чувство лёгкого недоедания, и вы с удовольствием вернулись ко мне в гости. По вкусу десерт мне очень понравилось. Понравилось, всё понравилось. Я не почувствовала геркулесовых хлопьев, которых я не очень, собственно, хотела в этом десерте видеть. В общем, короче, всё понравилось. Десерт, в принципе, так. Хороший. Единственный, я считаю, существенным минусом, то, что он не холодный. Я думаю, если бы прижать было его в холодильник или в морозильник на количество времени, я думаю, было бы поприятнее это употреблять в пищу. Ты, конечно, прав. Я прислушаюсь к тебе, и в следующий раз я десерт буду готовить первым. Десерты я употребляю редко, но, в принципе, я доволен этим блюдом, и особенно порадовало меня наличие черники в этом блюде. Здесь чуть-чуть отдают, и всё-таки ты добавил, да, что-то такое алкогольное? Да, немного добавил. А что это? Это секрет? Нет, не секрет. Это две столовые ложки шотландского виски. Это шотландский десерт и шотландские виски. Кто-то чувствует вот нежный вкус этой горечи. Шотландии это его. Шотландии. Будь она не ладна, это Шотланд. Бесподобно. Я бы туда добавил ликерчик какой-нибудь более сладенький, нежный, а не что-то очень жгучее. Александр, мне понравился десерт. Вот эти хлопья, которые тут плавают, и глядя на меня, я не могу это пережить. Они мне всю ночь будут сниться сегодня. Потому что эти хлопья, одна моя каурка в столе жреть, я это кушать пытаюсь. Потому что очень вкусные ягоды, клубника шикарная и сливки бесподобные. Прямо вот как мои деревенские. Ну вот зачем же эти хлопья поналезли здесь, а как прошлогодний снег прямо. Он только, наверное, эту юбку умеет носить, да на гитарке играть умеет. А чтобы вкусно приготовить и друзей угостить своих, этого я не увидела на вечере. Александр, я от себя хочу поблагодарить тебя за сегодняшний вечер. Он был поистине очень веселым. Тема, которую ты заявил в Шотландии, почему-то стала у нас просто искроветной какой-то. Ну, в общем, я получила массу позитивного гормона эндорфина. Я считаю, в целом вечер удался, несмотря на нападки на хозяина некоторых гостей ужина. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно, когда же добрый вечер, а тебя аплодируют. Мы такие. Я думаю, что эти аплодисменты вполне могут быть сегодня отнесены к нашему хозяину. Абсолютно. Друзья, высказать свои отношения к сегодняшнему вечеру вы сможете прямо сейчас. И, конечно же, выставить оценки. Но мне остается только попрощаться, пожелать вам всего хорошего. И до завтра. Встретимся в гостях Матриона. До свидания. До завтра. До свидания. Так как Матрионе не хватало сала и мяса, так или иначе, она была веселой. Думаю, что она мне поставит 70 баллов. Сегодняшний ужин мне не понравился. И грустно, и невкусно. Ни мяса, ни рыбы, ничего хорошего. Александр поставит мне 70 баллов. Он умеет скрывать свои чувства. Он все критиковал. Но я увидел, что ему понравилось. Ты был не до конца гостеприимен. Развлечение практически провалилось. А кухня не совсем меня удивила. Поэтому... Я думаю, что Оле вечер очень понравился. Она хохотала, смеялась, улыбалась, шутила. И несмотря на то, что она не все ела, она осталась довольна. Она поставит мне 100 баллов. Сегодня от закуски, основного блюда и развлечения я ждала гораздо больше. Но мне очень понравилась атмосфера на вечере. И особенно понравился десерт. Поэтому я ставлю такую оценку. Мне кажется, Борян поставит мне 100 баллов. Так как ему все понравилось, он открыл для себя вегетарианскую кухню. И мы нашли взаимопонимание, как мужчина с мужчиной. Я ставлю такую оценку, потому что мне не совсем понравился десерт. И Александр во время ужина не совсем правильно реагировал на вопросы гостей. Шотландскую кухню и гостеприимство Александра соперники оценили в 220 баллов. Говорят, что сон – это треть человеческой жизни. И надо признать, прекрасная ее треть. Уверен, что Александр уснет сегодня легко и радостно. А сон его будет крепок. А вот хозяйке среды выспаться вряд ли удастся. Завтра мы с вами встретимся в доме певицы Матрёны Калининой. В привычное время на канале РЕН-ТВ. Помните, все гостеприимное хорошо, а все кулинарное просто. Счастливо, до завтра. Шотландцы любят овсянку. Вот так. Из русской овсянки будем шотландский десерт готовить. Это нам на завтрак. Да, на десерт. На десерт. Приступим. Я нарежу картофель и выложу на противень. А ты потрешь сыр, пожалуйста, и порежешь лук-чеснок. Спасибо. Лук. Лук-порей.